нефть станцевала контанго можно ли было предвидеть резкий рост цен на нефть я утверждаю что можно и я даже закладывался на резкий рост на нефть но к сожалению не дождался здравствуйте друзья здесь демитков юрий но последние дни произошло очень серьезное событие с нефтью да и с долларом тоже нефть резко пошла вверх и казалось бы что это неожиданно но давайте вспомним что было в середине января нет начала падать очень сильно потому что в китае вдруг возник коронавирус и все стали говорить что это выльется великую эпидемию и стал шум такой китай стал вводить резкие карантинные меры и резко стала падать достаточно стали падать цены на нефть ну давайте сейчас я выведу график вот сейчас вы видите вот здесь вот январь начинается и цены на нефть начинают очень сильно падать падают аж до 50 долларов за баррель когда нефть упала очень сильно что произошло дальше а дальше произошло следующее когда нефть начала падать но было соглашение между странами опек плюс по ограничению добычи и страны опек плюс должны были собраться но сначала они собирались встретиться внеочередное собрание призывала собрать саудовская аравия но россия отказалась приехать на внеочередное собрание сказали что в общем сказать нет никакой спешки вроде как и до 5 марта это терпит 5 марта было назначено очередное заседание опек дело в том что предыдущее соглашение по ограничению завершала свое действие 1 апреля поэтому надо было срочно принимать какое-то новое соглашение для того чтобы ограничить добычу нефти чтобы удержать цены на нефть но вот 5 марта наступила как вы помните опек призывала снизить добычу нефти на там распределила квоты и россия не входит в опек и россия это опек плюс то есть то есть опек плюс россия потому что россия одно из первых мест по добыче нефти занимает и все ждали россию россия приехала помните 6 марта и россия сказал что она не будет сокращать дополнительно добычу нефти а говорит давайте сохраним предыдущее соглашение но тогда саудовская аравия сказала я считаю что они в общем-то хитрецы на самом деле сказали что типа это россия сорвала сделку опек плюс на самом деле я думаю что они просто договорились о том что им это будет выгодно и объявили что сделка опек плюс срывается и более того сейчас страны начинают не только сокращать не только не сокращают добычу нефти но и наоборот ее по полной в полной мере значит включается борьба за рынки сбыта и в общем то это было сделано как сейчас вы уже понимаете для того чтобы убрать сланцевую нефть сша с рынка потому что сша вышли уже буквально на первое место в мире по добыче нефти потому что пользуясь тем что страны опять плюс ограничивают добычу и держат высокие цены американцы очень резко нарастили добычу нефти и вышли на первое место и радовались и в общем сказать это было на руку все американцам и для того чтобы вот убрать американцев то же самое что когда-то сделали американцы и саудовская аравия с советским союзом то сейчас сделали саудовской аравии с россией против америки насколько я понимаю но это мое личное мнение вот и нефть тут же упала вот вы видите на графике в начале марта 6 марта вот она тут же обвалилась и продолжала падать кроме того в мире коронавирус он перекинулся в европу он перекинулся в америку и все говорят что все останавливается все производство останавливается а заудовская аравия при этом непрерывно накачивает значит информационный шум что предлагают уже нефть по 10 по 15 долларов за баррель и ничто не говорило о том что нефть должна начать расти но когда нефть упала уже до 25 долларов за баррель мы помним что уже трамп вот они вот 25 долларов за баррель трамп уже начал как-то беспокоиться сначала он там ну и хитничал типа а вот и хорошо на америке это выгодно потому что будет дешевый бензин и так далее но действительно многим отраслям в америке это выгодно но есть отрасли которым это совсем не выгодно и которые начнут банкротиться это нефтяная отрасль сша полностью то есть сша полностью должно обанкротиться на сланцевые компании в сша и так как они обанкротятся но все это наращивание произошло за счет кредитов то есть банки которые все это кредитовали тоже начнут банкротиться и все это вызовет цепную реакцию и все это понесется поэтому в общем-то резкое падение цен на нефть и для америки не выгодно для америки выгодно для что как раз когда выгодно когда все вот примерно вот так вот течет как шло и так далее то есть когда резких колебаний нет а тут вот резкое наращивание странами опек плюс и плюс еще коронавирус добавляет то есть ничто не предвещало коронавирус самом разгаре сейчас ничто не предвещало роста цен на нефть кроме одной штуки смотрите 27 апреля заканчивалась моя стратегия и я об этом снимал видео опционная стратегия по нефти и она принесла мне достаточно большую прибыль но она закрывается и значит возникает вопрос надо строить новую опционную стратегию опционы истекли срок экспирации 27 апреля а фьючерсы апрельские истекают первого апреля то есть фьючерсы истекают через несколько дней против после опционов там есть некая разница и поэтому но когда я начинаю строить опционную стратегию уже на майский на следующий фьючерс я смотрю и что-то не понимаю когда я посмотрел на майский фьючерс и я увидел что апрельский фьючерс и майский отличаются ну просто колоссально сначала я посмотрел на опционы и центральный опцион был на 25 страйке когда нефть стоило 22 на там 25 с лишним то есть почти 4 доллара разница между апрельским и майским фьючерсом такая ситуация называется контангу смотрите что такое но вот есть рынок нефти обычный рынок нефти вот товарной нефти там есть фьючерсы тоже есть опционы которая торгуется товарная нефть то есть там покупают нефти перерабатывающие комбинаты нефти у добывающих компаний и там есть свои фьючерсы есть свои опционы то есть это на за этот рынок называется спот рынком то есть там живая нефть и когда там истекают фьючерсы то происходит поставка именно на товарной нефти то соответствующих объемах но обычные фьючерсы они конечно не поставочные они расчетные поэтому у фьючерсов есть такая особенность что они в принципе но могут не соответствовать цене сырой нефти в принципе но они как-то за ней следуют и фьючерсы в принципе когда выпускаются товарной биржи биржей они обеспечены объемом все-таки нефти каким-то объемом каким объемом нефти они обеспечены но биржа когда выпускает какой-то объем фьючерсов она просто берет и закупает какую-то нефть в хранилище просто в запасы для того чтобы обеспечить стоимость фьючерсов смотрите как происходит с фьючерсами есть покупатели фьючерсов есть продавцы фьючерсов и те и другие значит друг у друга покупают сделки встречные но скажем есть ожидания на рынке того что нефть вырастет или того что нефть упадет и вот эти вот ожидания они заложены в цену фьючерса то есть цена фьючерса до момента экспирации может превышать стоимость сырой нефти а может быть и ниже стоимости сырой нефти на спот рынке понимаете в зависимости от ожиданий но когда фьючерсы истекают что происходит есть продавцы нефти есть покупатели и тех и других нефти стекает и они друг друга схлопываются но между ними может быть зазор то есть количество покупателей нефти и количество продавцов нефти оно может не совпадать вот эти два со множества и есть маленькая такая прожилочка которая ну люди купили нефти то есть они хотели купить они купили у кого но убежи и биржа уже должна обеспечить вот этим покупателям экспирацию то есть биржа должна выплатить стоимость ну как бы фьючерса на момент экспирации вот для того чтобы это обеспечить бирже как раз и закупает вот эту вот маленькую прожилочку которая не соответствует ну для того чтобы обеспечить вот этот вот зазорчик и размер вот этого закупки или там цена как раз зависит от того какой какие ожидания на рынке понимаете какие ожидания ожидания на рынке цена фьючерса может быть выше чем цена на рынке спот и может быть ниже но как правило на момент экспирации фьючерса цена фьючерса практически равна цене нефти на рынке спот потому что ну биржа не может платить безгранично фьючерсов то неограниченное количество в отличие от акций там или облигаций которые регистрируются неограниченное поэтому здесь биржа сама регулирует и когда цена там ну как бы сильно отличается то биржа в общем то либо выкупает либо продает соответствующие объемы так вот ситуация когда цена фьючерса находится ниже чем цена нефти на рынке спот называется бэквардация бэквардейшн и наоборот когда цена фьючерса выше чем цена на рынке спот называется контанго вот такие два понятия есть на рынке фьючерсов и смотрите если апрельский фьючерс завершался первого апреля вот следующий фьючерс майский соответственно да который завершается 4 мая это первый рабочий день следующего месяца 4 мая и получается что вот апрельский фьючерс равен цене сырой нефти понимаете а майский я смотрю практически почти на 4 доллара там три целых шестьдесятых или три целых восемьдесятых доллара выше чем апрельский фьючерс такое я просто вот за всю историю никогда не видел дело в том что но когда фьючерс закрывается я всегда смотрел на это и думаю наверное это о чем-то говорит но там но обычно это зазор составляет пол доллара максимум доллар и я думаю наверное из этого можно сделать вывод что в общем то есть какие-то ожидания ну а здесь четыре доллара заполнены предприятия остановлены транспорт не работает невероятно теплая зима прошла но то есть нефть никому не нужна она будет падать она упала до 25 долларов потом 23 доллара до двадцати двух с лишним долларов она падала и новости говорят что будет падать и будет падать дальше и только сумасшедший может ее покупать и так как нефть упала значит соответственно что с рублем и рубль упал и насчет рубля тоже все говорят что рубль будет там 85 долларов рублей за доллар 100 рублей за доллар будет потому что ну как нефть падает соответственно притока валюты нет понятно что и рубль туда же будет падать вот и поэтому люди побежали либо покупать доллары потому что он подорожает естественно но у нас все так и соответственно нефть ну как откуда нефть будет дорожать но контанго 4 доллара откуда она взялась давайте посмотрим еще раз смотрите когда нефть опустилась до 25 долларов трамп уже начал немножечко так это самое пальчиком грозит и говорит ребята вы чё вот ну а ребята говорят что ну а чё а мы чё а мы ничего это арабы говорят а это россия россия говорит ну а мы чё 5 вот ну как бы они там где-то между собой разговаривают трамп трамп звонит сначала а саудовскому принципу потом путину потом снова саудовскому принципу потом g20 телефонные переговоры то есть проскакивают такие вот фразы новостной фон кричит что да все 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 там будет ужасно но проскакивают и что я сделал честно говоря вот вы можете посмотреть я ну это было вот 31 марта я в своем чате который для тех кто участвует в курсе по опционам потому что ну это мало кому интересно на канале вот я раз к вот эту вот выдержку просто из статьи про что такое беквардейшн и контанга рассказал потому что ну блин странно очень и я написал вот она вот мои позиции говорю что блин ребята я в жесткой позиции на рост нефти на рост нефти и 31 марта вот завтра истекает срок фьючерса первого апреля понимаете и я смотрю не растет подлюка не растет вот посмотрите на график вот здесь 31 марта нефть не растет что я сделал то есть на на следующий день фьючерс экспирация и все будет очень ну как бы плохо но на самом деле я его вот здесь вот где-то вот купил фьючерс тут же я его и продал не дождался я не дождался понимаете то есть было подозрение но я как-то не мог под поверить вот здесь вот когда я нефть купил по 22 80 по 22 81 по-моему я никак не мог поверить представить что нефть будет стоить 25 хотя я видел что майский фьючерс 25 долларов за баррель и я читаю всяких инвесторов то есть там гуриев говорит нефть будет падать биткогана значит есть чат когана в шорте по нефти и по индексу ртс в шорте я так думаю блин ну а он умный он еврей понимаете вот а а я в лонге и и так в жестком лонге так посмотрите вот сюда у меня 64 фьючерса на нефть и плюс у меня еще по есть купленные опционы колы там перекос в сторону роста и я закрываю вот эти фьючерсы понимаете и что происходит на следующий день ну вы знаете что произошло то есть нефть начала расти резко кто на этом выиграл все таки откуда произошла бэквардации вот смотрите но я тут по индексу ртс свои позиции публикую на сайте на вот и тут вот а нефть все ниже и фьючерс начал движение к базовому активу уже до 25 опустился нефть все ниже нехорошо посмотрите это паника вот мы обсуждаем все потребление нефти упала может упасть на 30 миллионов баррелей сказать в день в апреле маркет твитц они все ниже все логично но я пишу что относись ко всем новостям с долей скепсиса могут быть неожиданности уже в открытую говорят о переговорах трампа с саудовским принцем и путиным то есть еще вроде ничего не происходило по поводу стабилизации рынка нефти это выгодно всем сторонам и вот вопрос знать бы когда будет эффект по нефти да и вот я представляю свою значит все я купил таки ну продал вот она моя стратегия вот у меня построена я об этом видео снял даже то есть вот она классический проданный кондор и что происходит на следующий день а на следующий день происходит пипец короче говоря вот что происходит на следующий день вот она маркет твитц вот такая публикация очень такая веселенькая голдман кроет шорт по нефти путы от 14 февраля голдман сакс рекомендует зафиксировать прибыль по своим рекомендациям от 14 февраля купить ну да купить опционы пут 49 со страйком 49 долларов за баррель понимаете голду ну и тут этот самый комментарий вернее голдман кроет шорт от обзакошмаренных голдманом хомяков то есть они все новостные агентства говорили что нефти будет и дальше падать а сами говорят ну все ребята пора это 1 апреля это не шутка пора закрывать пора фиксировать прибыль по опционам пут со страйком 49 то есть что такое опционы пут со страйком 49 они дают право продать нефть по 49 долларов за баррель ну и соответственно купить ее по текущей цене которая там минимум там 23 доллара за баррель на каждом пути каждый путь это один фьючерс один фьючерс от 10 баррелей вот представьте на каждом этом пути 49 минус 23 получается 20 260 долларов каждый опцион принес кому-то к сожалению не вам сегодня есть реальный шанс поднять бабло на нефти но не у тебя а у голдмана вот такой пост в твите в этом маркет твитс и и что произошло дальше следующее сообщение саудовская аравия запросила срочное заседание опек плюс то есть следующее заседание опек плюс был назначен на июнь месяц и никто не ожидал что раньше произойдет просто трамп позванивал и вот она нефть бренд сразу взлетела выше 20 долларов за баррель дальше она немножечко скорректировалась и снова взлетела вот уже когда пришла новость о том что 6 апреля таки состоится заседание опек плюс плюс то есть по инициативе трампа трамп разговаривал с саудовским принцем с путиным и в америке сланцевики которые абсолютно независимы америка говорила что она не может им указать потому что это независимые компании что никак нельзя с ними договориться поэтому они не входят ни в опек ни в опек плюс договорились то есть сланцевики штата техаса они сказали что готовы сократить добычу нефти на 10 процентов потом они там как-то по телефону утрясали кто на сколько сократит и вот уже если 6 марта собирались сократить на полтора миллиона баррелей в сутки добычу то сейчас практически согласовано и это подтверждает и саудовский принц и путин и трамп похоже но пока еще вот от трампа я не слышал таких твердых заверений что готовы сократить не на полтора миллиона а на 10 миллионов добычу нефти вы представляете да то есть готовы на 10 миллионов при этом ну как всегда основную долю сокращение берет на себя саудовская аравия которая только что говорила что они собираются по максимуму нарастить объемы добычи россия кричала что готова тоже по максимуму нарастить объемы добычи да только денег нет нет возможности у россии наращивать она не могла она могла только сохранить предыдущий уровень а все остальное был блеф вот ну а сланцевики готовы поделиться то есть три миллиона сократит саудовская аравия еще полтора миллиона сокращает россия договоренность предварительно еще полтора миллиона сокращают арабские страны и сейчас идет обсуждение о том чтобы америка включая ну там сказать вся америка то есть американский континент сша канада там бразилии еще должны сократить на два с лишним миллиона баррелей добычу нефти и вот это привело к резкому росту цен на нефть так что контанга было неспроста голдман сакс очень хорошо на этом заработал конечно вот и давайте вот чем закрылась вчерашний день закрылся так здесь пятиминутный график сейчас я вот так вот 30 минутный и на все вот даже не 30 минутный а 4 часовой вот посмотрите что произошло с нефтью за последнее время вот я когда-то здесь строил стратегию но это было давно это был еще мартовский вот посмотрите нефть падала до на минимуме была low 21.76 21.86 и вдруг начинает расти это майский фьючерс на нефть и вдруг начинает расти и вот они вот 1 апреля вы видите да дальше вот договоренность достигнута и вот пятница закрытия давайте посмотрим как она закрылась вот так она закрылась в пятницу вот вот она вот третье число вот начало пятницы видите да вот здесь начало пятницы нефть растет 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 потом небольшая коррекция и ближе к ночи ну вот здесь вот открывается американский рынок вот здесь открывается там какие-то новости и в общем ну судя по всему договоренности да стигнуты и так нефть закрылась на 35 34 могли бы могли ли мы представить еще три дня назад буквально что нефть вырастет до 35 но кто-то не мог когда она стоила 22 доллара я лично думал но в лучших своих предположениях 25 долларов за баррель и у меня вот стратегия была настроена на 25 долларов за баррель вы это видели но она выросла значительно выше мне пришлось стратегию свою двигать двигать стратегию это болезненно всегда то есть я нес убытки когда двигал ее и так как она выросла очень сильно убытки были достаточно значительные убытки фиксируют сейчас пока они бумажные то есть это за счет вариационной маржи я вам честно могу сказать что вариационная маржа так как я заложился очень много вариационная маржа на настоящий момент съела мне всю прибыль которую я получил в прошлом месяце и даже я немножечко ушел в минус минус 100 тысяч вот но на данный момент построенная стратегия все не так печально на самом деле построенная стратегия позволит мне вот она сейчас я вам ее покажу да я вчера резко все-таки купил перестроил что-то вот текущая ситуация когда стратегия завершится это будет 27 апреля если нефть не изменится если нефть на 27 апреля будет стоить 35 долларов за баррель то эта стратегия принесет мне у меня 250 тысяч рублей это стратегия ну и 16 числа по ртс вот еще есть стратегия у меня 16 числа завершения индекс ртс если он сильно не вырастет то принесет мне вот столько но боюсь что он вырастет и тогда я ухожу в минус то есть я буду сейчас двигать эти позиции буквально в понедельник вот но здесь видите 300 с лишним тысяч ну где-то вот числа 14 я собираюсь туда залить еще денежек я уже доливал денежки для того чтобы двигать нужно вкладывать деньги потому что ну мы знаем что все это начинает расти именно в последние дни перед экспирацией я не думаю что индекс ртс так уж сильно вырастет в связи с там с коронавирусом и так далее нефть может вырасти рубль упадет ну вот за счет этого рубль вырастет за счет этого ртс еще как-то может вырасти но есть и другие факторы остановки производства и так далее поэтому индекс ртс я думаю что сильно все таки не вырастет во первых во вторых ну все уже в рынке то есть рубль уже вырос уже рубль давайте покажу сколько стоит рубль 76 49 это usd рубль tomorrow вот те кто говорил что он будет там 85 100 он вырос до 80 и упал до 76 нефть уже выросла рубль уже укрепился все все уже в рынке сильно уже ничего не изменится но денежки я уже долеваю вот такая ситуация получилось может быть долгое видео длинное но по крайней мере я объясню что такое контанга и как его использовать и как его используют крупные игроки мораль такая не верьте информационному шуму думайте смотрите контанга беквардейшн это тоже важные факторы включайте мозги на сегодня все спасибо за внимание с вами был демитков юрий до встречи